Добрый день, дорогие друзья, с вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня я хотел бы обсудить с вами, соответственно, такую тему, как еда для нарциссов, почему нарциссы выбирают именно созависимых. Дело в том, что я изначально вам рассказывал, что для нарцисса очень важна легкая жертва, что его самооценка очень-очень уязвима, и он не может выбрать ту жертву, которую тяжело добиваться, так сказать, которую тяжело расколоть, такой крепкий орешек, который тяжело расколоть, да, он вынужден выбирать что-то более легкое, с чем не будет проблем. Того человека, который будет им восхищаться, того человека, который не нанесет вред его самооценке. Поэтому, если вы хотите разорвать дистанцию с нарциссом, лучший способ это быстро сделать, это навредить его самооценке, дать ему плохую оценку. Соответственно, требовательный эпилептоид плохая жертва для нарцисса, он может его выбрать в жертву для достижения какой-то своей цели, там, бизнесе или для достижения. Девушки-нарцисски очень часто идут для достижения материальных благ на союз с эпилептоидом, но им это тяжело делать, да, они получают ущерб. Эпилептоид что-то требует, выставляет какие-то требования, выставляет рамки и ограничения. Поэтому нарциссу нелегко с таким партнером. Если есть возможность, то нарцисс, конечно же, выбирает более легкую жертву. А кто более самый легкий? Это тревожный тип. Это, соответственно, эмотивный тип личности. Видео про эти психотипы я уже снимал, посмотрите у меня на канале. И еще. Кто самая вкусная и сладкая жертва? Кто вот эта пироженка для нарцисса? Это, конечно, созависимые люди. И мы вообще в целом должны понимать здесь не только для того, чтобы защититься от нарцисса, механизмы каких-то манипуляций с нарциссом. Я их очень много обсуждал, да, и в видео «Капкан для нарцисса», и в других своих видео я очень часто упоминаю об этих манипуляциях, возможных взаимодействиях. Что нужно, чтобы привлечь как-то нарцисса и вернуть, что нужно, чтобы его отдалить. Также нужно понимать и механизм работы собственной психики. И в первую очередь самая сладкая еда для нарцисса – это, конечно же, созависимые личности. И вам нужно разобраться в себе, не являетесь ли вы социозависимым или созависимым. Эти два понятия, они очень похожи, и чаще речь идет о созависимых людях, да, и это то, как вы коммуницируете с людьми, насколько вы с человеком можете как бы срастись, получить такой симбиоз, да, в вашей личности, насколько вам важно мнение других людей. Может быть, это толпа людей, да, и я через призму этой толпы людей, через призму их мнения, как истероид, да, или, может быть, как другие личности получаю для себя какое-то формирую, ну, удовлетворение, да, завишу от их мнения, от их оценки меня. Или, может быть, это какой-то узкая личность, да, какой-то, соответственно, один человек, чье мнение для меня будет важно. Такие вот моменты, они крайне важны. Понять, есть ли у вас такие черты. Если они есть, вы находитесь в группе риска, если вы склонны привязываться, если вы были до этого привязаны или до сих пор привязаны к мнению ваших родителей, то вам в первую очередь самим необходима в первую очередь такая психотерапия, в которой вы научитесь действовать независимо от вашего мнения. И однажды в видео я уже снимал, да, о том, как, соответственно, восстановиться после нарцисса, абьюза и всего прочего. Я говорил, что очень неплохо достигать каких-то целей. Когда вы достигаете какие-то цели, и вы ее там зачеркиваете, эту цель, да, вы ее достигли, она маленькая и совершенно конкретная, вы тренируетесь осознавать вашу самостоятельность в этой жизни. Так как достижение этой цели, оно по сути является таким маркером того, что вы более ни от кого не зависите. Вы самостоятельная личность, вы способны сами принимать эффективные решения и достигать этих целей. Поэтому здесь это является главной защитой вашей психики, осознание того, что вы являетесь самостоятельной личностью. Нарциссы будут стремиться формировать вас, даже если ее нет, но все равно формировать у вас созависимость такую, то есть зависимость от его мнения. Он будет оценивать вас. Чаще оценивать негативно, но может и позитивно. Также могут быть двойные посылы. То есть это те шутки, те фразы, как в случае с Моргенштерном, когда я снимал видеоролик, вы помните, да, такой двойной посыл. Он говорит, ваше творчество такое замечательное, да, классное, вот оно настолько отвратительное и дурацкое, что аж хорошее. То есть, понимаете, это вот является таким реальным, настоящим двойным посылом, шизофреногенным таким, по-другому говорю, шизофреногенным таким посылом, который дает нарцисс, и который ударяет по вашей самооценке. Вы начинаете, соответственно, думать, что с вами что-то не так, ваши действия какие-то не такие. Он никогда не говорит хорошо, да, не оценивает ваши какие-то действия. Он говорит, ну, можно было лучше, всегда можно лучше, еще что-то, и предъявляет такие очень грандиозные требования к вашим достижениям, к вашим целям. Хотя требование к достижению цели, оно может либо быть выполнено, либо не выполнено. Вы можете, грубо говоря, там, ну, к примеру, решили вы похудеть, вы можете поставить совершенно конкретную задачу похудеть на 3 килограмма. И нарцисс, он может сказать, ну, ты знаешь, что за месяц можно было скинуть и 5, но вы знаете, что ваша цель – это похудение только на 3 килограмма. И вы худеете конкретно на 3 килограмма. И не важно, что говорят вообще окружающие. Вы себе цель поставили, вы ее выполнили. И то же самое касается, соответственно, всего остального, да, каких-то вещей, которые не поддаются однозначным критериям, таких как одежда, выбор интерьера и всего прочего. Эта оценка лежит на вас. Здесь один единственный критерий – это оценивать, ну, субъективно, через призму вашего сознания, то нравится вам вещь или не нравится, нравится вам интерьер или он не нравится. И здесь нужно потихонечку приучаться не зависеть от мнения окружающих. Единственный способ это сделать – начинать переставать советоваться с окружающими. По поводу вашего, соответственно, внешнего вида. Нравится кому-либо из ваших знакомых, друзей там ваш выбор или не нравится. Понимая, что для социозависимого и созависимого это может быть достаточно сложно. Но нужно научиться это делать. Нужно как тренировку стараться поначалу избегать получения просто каких-либо комментариев по тем или иным вопросам. Эта жизнь дана только вам. Жизнь – это великий дар Вселенной, Всевышнего или просто там случайный какой-то, да, революционный процесс. Как хотите воспринимайте это, но это великий дар. И вы живете эту жизнь самостоятельно. Поэтому ничьё мнение на тот или иной счёт не должно вас беспокоить. В каком-то смысле вы сами должны стать чуточку нарциссом, чуточку кем-то из тёмной триады, стать немножечко увереннее в себе и, соответственно, таким образом получить лечение. Если в целом вы хотите понять, как лечиться от социозависимости, напишите мне в комментариях, я сниму отдельный выпуск. А сейчас ещё оговорюсь вот о чём. Нарциссы способны чисто подсознательно выбирать себе жертву из социозависимых и социозависимых личностей. Так как эти личности способны, ну, притягиваться к сильным людям, к людям, которые якобы знают, так скажем, куда идти. Это человек, который всегда в поиске. Он ищет себе учителя, да, он ищет себе постоянного такого наставника. Он очень часто, к сожалению, прибегает к, так скажем, помощи, это сложно назвать, но он думает, да, думает, что прибегает к помощи. И нарциссы именно. Если вы хотите найти себе партнёра, в первую очередь, вы должны проанализировать и найти себе партнёра, чтобы вам было просто комфортно, если вы являетесь соозависимым, социозависимым. Это, конечно, и передтоит, это может быть и паранаял, это может быть даже психопат на самом деле. Да, от него не будет много тепла и всего прочего. Но, если эти люди будут видеть вас какого-то, да, человека, с которым им в той или иной степени комфортно, всё равно меньше вероятности, что вашей психике они нанесут такой вред, который нанесёт нарцисс. Важно понимать, что нарцисс целенаправленно наносит вам вред. У него нет цели, понимаете, как-то с вами соучаствовать в жизни. Ипилептоит может соучаствовать в жизни, он будет навязывать правила, он будет ещё что-то делать. Но, тем не менее, он будет напрямую соучаствовать в вашей жизни и способен прийти к вам на помощь. То же самое про наяло. Он будет соучаствовать в вашей жизни. Немотивы, тревожные, конечно, тоже будут соучаствовать в вашей жизни. Ну, психопат – это просто крайняя мера, если никого другого у вас в окружении нет. И всё равно проще выбрать даже психопата, в дау, не будет соучаствовать в вашей жизни никак. Скорее всего, он по тем или иным причинам будет отыгрывать эмоции, и не умеет он полноценно испытывать эмоции. Но, важный момент, у него не стоит задача понизить ваш как-то ранг, повысить на этом фоне свою самооценку. Он не будет разрушать ваш мир, он не будет вам мешать. Понимаете? Он не будет действовать абьюзивно по отношению к вам. То есть, нарцисс во взаимоотношениях, в любом партнёрстве – самый опасный партнёр. Почему? Потому что у него просто так построена психика, что он как бы постоянно вас ревнует, он думает, что вы ему завидуете. Его сознание постоянно промелькивает какая-то конкуренция между своей женой и им, своим молодым человеком и им. И очень часто можно заметить, да, как вот нарциссические черты есть у вас или нет. Чувство конкуренции или вот у вашего там партнёра, если он слишком сильно конкурирует с вами, за какой… Ну, то есть, допустим, вы похудели, он не может этому порадоваться. Он начинает сравнивать себя, то, что вот, я бы тоже похудел, не похудел и так далее. И это всё нарциссические черты. И, конечно же, конечно же, такие отношения, они рано или поздно закончатся с такими людьми. Поэтому, дорогие друзья, помните обязательно, что, соответственно, нарцисс – это худший вариант для построения отношений. Если вы страдаете социозависимостью, если вы чувствуете, что вы были привязаны в детстве к родителям, к сестре, к маме, к папе, к брату, если вы чувствуете, что ваше мнение способно формироваться от мнения других, вы вдвойне должны начать беречь себя от нарциссического воздействия. Если такое произошло, то и вы находитесь в отношениях с нарциссом, и вы хотите от этого уйти, то вам нужно постепенно переключать ваше мнение на какого-то друга, подругу, чтобы, соответственно, разрыв с нарциссом причинил вам, как можно, меньше вреда. Даже если в случае вы не собираетесь уходить от вашего партнёра, но хотите, чтобы эмоционально нарцисс наносил вам меньше вреда, для начала, как начало такой терапии, вы должны завести подругу или психолога, или маму, или папу, больше с ними видеться, да, какого-то появился, чтобы какая-то личность, какой-то человек в жизни, с кем вы будете делиться мнением, да, кому вы будете рассказывать какие-то ваши моменты истории из жизни. И этот человек, ну, хотя бы на это время будет вас оценивать, да, потому что ваша психика не может подначайся отказаться от оценки. И это как такой постепенный способ слезть. Ну, как вот для курильщиков есть пластырь Никарета, так и для социозависимых. Созависимых должен появиться третий какой-то человек, который будет брать на себя эту ответственность оценки. И он обязательно должен быть чисто, эмотивно, или, по крайней мере, ну, как я уже говорил, не нарциссом точно. Дорогие друзья, с вами был Кравцев Сергей. Пишите ваши вопросы в комментариях. Я постараюсь на них ответить, если это возможно. И, соответственно, я очень надеюсь, что скоро будем снимать юбилейный выпуск на тему ответов на ваши вопросы, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я вас всех жду на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!